Фотозона, я думаю, что после сезона новогоднего разберется. Как долго происходила реализация, как долго ты согласовывала макет, как много человек участвовало в самой реализации проекта? Сейчас собрали уже три баннера, центральная часть и две боковые. Да, у нас не будет в этот раз ножек на баннере, то есть баннер будет стоять сам по себе. Вообще в торговых центрах после закрытия бывает так необычно. Люди, зачем вы пытаетесь унести это все домой? Ну, это же просто красиво. Сергей Валерьевич, чем вы занимаетесь? Подготавливаю подсветку. Так, мы собрали второй баннер. И мы, естественно, приехали ставить новогоднюю фото-зону. Эти коробки мы изготовили в подарок. Эльвира у нас главный дизайнер. Привет нашим подписчикам и новым зрителям канала «Светочные декорации РФ». Вновь мы с вами на монтаже. Сегодня мы находимся в городе «Электросталь» в торговом центре «Эльград». Мы в нем уже проводили весеннее оформление, фото-зону, крылья, еще что-то было, я уже не помню, честно говоря. Сейчас предновогоднее время, и мы, естественно, приехали ставить новогоднюю фото-зону. Вот, кстати, оформление, которое здесь. Также мы изготовили. Правда, монтаж был не наш. То есть здесь были альпинисты. Торговый центр своими силами это оформлял. Вот, ну вот, снежинки, леденцы плоские с мантиками и кольца, обручи тоже делали. Ну вот, а сегодня у нас, значит, задача следующая. У нас есть такой тупик. Мы находимся на минус первом этаже. Здесь тупик. Там стоит сейчас баннер весенний, точнее, тоже, который мы делали. Мы его закрываем. У нас будет фото-зона в форме трапеции, значит, прямая. И вот такие крылышки наклонные. Елочки, домики, подсветка, 2019 надпись. Обязательно смотрите этот выпуск до конца. Сегодня мы вновь вам покажем, как натягивать баннер. У нас будет большой баннер, состоящий из трех частей. Также покажем вам оригинальный новогодний декор. У нас будут елочки, домики, там еще что-то. И проведем небольшое интервью с нашим главным дизайнером Эльвирой. Спросим вообще, как у нее дела, как ей живется и работает вместе с нами. Как мы выросли в этом году, какие у нас изменения, что у нас ожидает, если она, конечно, расскажет и выдаст все тайны. Ну, в общем, обязательно смотрите выпуск до конца. И поехали. Сергей Валерьевич, чем вы занимаетесь? Подготавливаю подсветку. А у нас, кстати, все прожектора пойдут или нет? Да, все. Все, прям все. Ну, просто распаковываем. Что это за прожектора? Почему они такие маленькие? А, больше не надо для подсветочки. Елочки подсветить, зачем больше? Ну, они 60 ватт выдают реально. То есть, для подсветки вполне оптимально. То есть, у нас будут отдельные лампочки, мы их будем соединять, точнее, вы их будете соединять проводом. Ну, поставим там по дизайну, как по все точке, как скажешь. А, вот они, да, уже распакованы? Ой, такие малюсики. Вообще, в торговых центрах после закрытия бывает так необычно. Ну, так как мы привыкли всегда видеть это место оживленным. Такое ощущение, знаете, то, что все немножко замерло. Ну, то есть, вот, например, стоят диваны, да, стоят кресла. Мы смотрим на это и как бы ожидаем увидеть продавцов, консультантов, покупателей. Сейчас здесь никого нет. Такой приглушенный свет так немного необычно. Мы привезли красно-золотые коробки для украшения зоны у сцены для торгового центра Эльград. Эти коробки мы изготовили в подарок, как бы, проявили инициативу. Коробки изготовлены из разных материалов. Значит, большие коробки, на них бантики из материала, из которых мы делаем цветочки. Это изолон, крашеный золотой краской. На маленьких коробочках бантики из ленточек. А сами коробки обернуты в красный полисилк. При изготовлении мы делаем разные размеры, чтобы это смотрелось композиционно красиво и не скучно. Поэтому у нас есть и такие маленькие коробки, которые умещаются в руке, и такие огромные высокие коробища, где лежат большие подарки. Сейчас мы их распределим в эту зону и покажем итоговый результат. Это из двух частей, а я думаю, что-то не то с этими баннерами. Должно быть три баннера. Один, четыре на два и восемь. И два, три и шесть на два и восемь. Ну расскажи, на канале вы так можете это делать? У нас сейчас будет три баннера. Они будут стоять здесь буковкой П. По центру баннер четырехметровый и по краям поменьше баннера. Вон стоит баннер с весны, большими цветами. Можно подойти, посмотреть, в каком состоянии цветы уже больше, чем полгода. Скорее всего, половину цветов отодрали люди, которые любят потрогать. А так, как бы вот, нас спрашивают, как у нас держатся цветы на баннере. Как бы это прошло вот с восьмого марта. Когда хочется оторвать, то оторвать можно. Вот еще кто-то, видимо, грызть, поесть хотел, погрызть, не знаю, попробовать на вкус. Вот. Может, домой унести хотели. Люди, зачем вы пытаетесь унести это все домой? Ну, это же просто красиво. Баннер на деревянной конструкции делал, чтобы не было видно джонсов. Джокера, кстати, вот стоит баннер сзади нас. Это делали не мы. Видно вот эту конструкцию. Это выглядит очень некрасиво, не стильно, не модно. Вот. Наш баннер, он вот такой, как бы красивенький, аккуратненький. Да, у нас не будет в этот раз ножек на баннере. То есть баннер будет стоять сам по себе и держаться за счет своей толщины. Так, как обещали, монтируем баннер. Баннер у нас П-образный. Само баннерное полотно будет заходить за торцы. Также добавляем укосины к баннеру для того, чтобы потом положить в бордюру на камни. Это будет служить дополнительным утверждением баннера. Переворачиваем баннер. Подтягиваем, потягиваем, потягиваем, потом раз, потягиваем. Да, нет, я понял, да. Да, да. Да. Поставили баннер. Пойдемте посмотрим, как выглядит с этой стороны конструкция, с задней стороны конструкции. Тоже постарались максимально аккуратно загнуть торец. Вроде получилось. Такая конструкция по-образным позволяет стоять без дополнительных утверждений. Но тем не менее, мы взяли с собой лыжники, которые там лежат. Для того, чтобы, если будут бегать дети, например, чтобы они не столкнули вперед его. Не вперед, не назад. Потому что он все равно достаточно неустойчивый. В фотозоне мы также будем использовать несколько слоев, так скажем, декора, за которые можно заходить. Подсветка у нас же будет такая очень глубокая будет фотозона. Значит, что у нас есть? У нас есть вот такой вот контур елок. Вот. И есть. Мы сделали вот такие вот подставочки. То есть, это просто плоскость с прорезью. Вот. И сюда вставляем. Вот. Это будет стоять. Сейчас мы вот так вот приклеим, чтобы это не упало. Потому что все-таки торговый центр, общественное место. Сами понимаете, то, что бегают дети. Делаем полосу из горячего клея. Сейчас мы практически везде и всегда используем горячий клей. Мне кажется, он приклеивает вообще все. Так. Мы собрали второй баннер. Остался третий, центральный. Распаковали елки. У нас их 8 штук. Повыше, пониже. Еще повыше, еще пониже. Собрали, приклеили надпись с Новым годом к основанию. Чтобы никто не оторвал, значит, елочки. Маленькие, средние, большие. Значит, у больших сделали вот такие вот подставочки. Треугольником, чтобы тоже, ну, как бы, чтобы поустойчивее стояло. Так, у нас остался ковролин. Эль, стоишь, скучаешь? Иди ко мне, я у тебя пару слов спрошу. Эль, пока на фоне нас ходят баннеры, туда-сюда. Эльвира у нас главный дизайнер. Собственно, все, что она, все, что все проекты, практически, которые мы делаем, рисует она, общается с заказчиками. Не она изначально, да? Ну, в плане продажи, значит, не она у нас, она общается. Потом уже по составлению идеи, по самореализации идеи занимается этим всем Эльвира. Эль, ну, давай, рассказывай. Как бы, чем изменилось, в чем, в чем мы изменились по отношению к прошлому году? Не отвлекаемся. В чем мы изменились по отношению, по сравнению с прошлым годом? Какие, какие... Короче, мы расширились. Да, у нас теперь есть новогодний декор. Это вот как раз собирается фотозон. То есть мы занимаемся не только цветами. Мы делаем все. Мы делаем разные декорации. Как бы, с чем к нам обратились, то мы и изобретаем. Вот. То есть, например, есть проекты, которые мы сами придумываем, например, как эта фотозона. Есть проекты, которые нам присылают уже готовые на просчет, например, хотим точно так же, посчитайте, сделайте. Это все, чем мы отличаемся по сравнению с прошлым годом? Крупнее проекты стали. И больше постоянных клиентов. Почему у нас так мало видео на канале? Потому что мы не успеваем снимать. Очень много проектов интересных. И не везде получается съездить на монтаж самостоятельно. Потому что когда-то надо спать тоже. Ну и когда-то надо спать. И все-таки мы стараемся быть... Наша команда небольшая, но продуктивная. И как бы, когда мы на монтаже, нет свободных рук для камеры и так далее. Так, давайте отойдем. Да, давайте отойдем, потому что мы сейчас будем мешать. Скажи, пожалуйста, как... Вообще, как бывает? То есть иногда заказчик обращается с готовой своей идеей. Мы сейчас говорим не про аренду декора, а про индивидуальное изготовление. Потому что у нас есть и аренда декора, и индивидуальное изготовление. Значит, мы работаем не только с цветами, а работаем с любыми материалами. Мы работаем с любой идеей, с ее воплощением и реализацией. Так вот, скажи, пожалуйста, как в основном бывает? Заказчик обращается непосредственно сам уже с готовой идеей? Или говорит изобразительное что-нибудь? Ну, вообще, то есть, как происходит? Оно бывает 50 на 50. Когда это бывает, нам приходят просто к нам придумайте что-нибудь. Хотим, не знаю, какие-нибудь подвесы в атриум. Мы уже изобретаем что-то. А бывает, например, хотим вот именно такой декор и присылать прям пример из интернета какой-нибудь. И мы уже либо считаем так, как он хочет, либо стараемся его как-то направить чуть-чуть в другое русло, чтобы это было не точно так же, чтобы копировать кого-то, а чтобы сделать проект все равно индивидуальным. И для нас, чтобы это было в копилочку интересно. И для заказчику тоже, чтобы это было не взятая откуда-то идея. Интереснее, конечно, проекты, которые надо придумывать. И придумывать не по четкому ТЗ, а там, не знаю, хотим сказочный лес. Все, и ты уже там фантазируешь, предлагаешь 2-3 варианта, заказчик выбирает, комментирует, там, не знаю, хотим здесь что-то убрать, добавить. И там уже приходим в компромисс. Ну, как вот здесь получилось, в Эльграде? Здесь получилось так, что они хотели фотозону, резиденция Деда Мороза. Они говорят, мы хотим, чтобы это был сказочный лес с домиком. Все, мы предложили несколько вариантов. Они выбрали елки, вот баннеры как раз, которые натягиваются, и домик. Домик покажем тут тоже. Пряничный домик. Как долго происходила реализация? Как долго ты согласовывал макет? Как много человек участвовало в самой реализации проекта? Макет согласовывали где-то недели две, наверное. Ну, потому что пока первый этап, потом второй, потом третий, потом ширину, высоту, длину, цвет домика, там, не знаю, количество елок, цвет ковролина и так далее. Количество человек, ну, человек 10-15, наверное, точно участвуют. Что сделать 10-15 человек, скажи мне? Значит... Я знаю, я так, чтобы... Наше производство, наши девочки делали елки вместе с нашими ребятами, которые сейчас натягивают баннеры. Потом мы вырезали... Другие люди уже вырезали елки. Наши люди, но другие, не девочки. Вырезали елки, надписи. Потом мы ездили на закупку материалов. Имеет значение, что это смешно? Имеет. Имеет? Да. А вы не даете? Эль, чем тебе нравится работа в компании «Цветочная декорация РФ»? Кстати, раньше мы назывались «Большие цветы», сейчас «Цветочная декорация РФ». И, по ходу, мы постепенно ходим не в «Цветочные декорации», а просто в «Декорации». В общем, мне нравится, что у нас проекты разные. Я просто ненавижу монотонную работу, когда ты сидишь в офисе, например, и... Не знаю, переберешь... А ты сидела в офисе? Нет, я не сидела в офисе. Потому что для меня это, мне кажется, ночной кошмар сидеть в офисе и перебирать документы, чем-то монотонным заниматься. А у нас как бы... Ну, у меня как бы разные задачи. То есть это вот приехать на монтаж, придумать фотозону, не знаю, ну, даже документами, если заниматься, там, не знаю, общаться с заказчиками, заказывать материалов. Это все как бы работа разная, и она всегда тоже разная, потому что каждый проект, он индивидуален. Если мы говорим об индивидуальных проектах, везде разные условия монтажа, разные элементы, которые нужно изготовить, разные люди, с которыми нужно пообщаться и так далее, и так далее. Какие у нас основные направления? То есть направления и в продажах, и в изготовлении, и вообще в наших планах. В индивидуальных... Пожалуйста, пожалуйста. В индивидуальных проектах мы стараемся сейчас выйти на витрины и торговые центры. Правда, ну, как бы мы уже этим занимаемся, но еще больше хотим этим заниматься. Потому что сейчас, как бы, ходишь по торговому центру, видишь очень грустные новогодние витрины. Какие у нас планы на 2019-е? Планы открыться еще в трех городах, как минимум. Кирилл, ты слышишь эту задачу? Да. И оформить как можно больше витрин к лету, к весне и к осени, и к зиме, к следующей зиме. А со свадьбами что будем делать? Со свадьбами? Со свадьбами у нас все огонь. Вот, сейчас начнется с января свадебный сезон. С января? Да, ну, уже начнутся заказы на лето, потому что все хотят наш декор на лето. Кстати, у нас уже, ну, очень плотная запись на 2019 год. Так что, если нас смотрят будущие невесты, точнее, невесты, будущие невесты. Не, будущие невесты. Будущие невесты. Если вы, будучи невестой, не знаете, каким образом оформить свою свадьбу, пожалуйста, проходите внизу под видео. Ссылка. Попадете на сайт с аренды нашего декора. У нас, естественно, всегда у нас акции самой низкой цены, но количество декора ограничено. На данный момент мы доступны в Москве и в Петербурге. В Москве и в Петербурге. Просто там это. На, задай мне какой-нибудь вопрос. Давай. Давай. У меня это. Анна Евгеньева. Да, Эльбера Александровна. А вам нравится ездить на ночные монтажи? На ночные монтажи? Ну, как тебе сказать, если нет других дел больше, то можно поесть на ночные монтажи. Самое большее мне нравится ездить на закупки. Обожаю просто. Анна, скажи, а вот сейчас закон в 2019 году выходит, что повышается НДС? Да, верно же. И будем ли мы повышать цены на аренду декора в связи с этим? Потому что для нас будут тоже дороже у нас выходит закупка материалов, аренда площади и так далее. На самом деле я не знаю. Мы всегда стараемся удерживать самые низкие цены. Посмотрим, если будет сильная разница в наших затратах закупки материалов. Аренду там уже подняли. Но в любом случае всегда мы стараемся удерживать самые низкие цены. Посмотрим, может... Скорее всего оставим, как есть. Скорее всего оставим, возможно сделаем ниже. Ниже, чем у всех. И чем у нас даже сейчас. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Скорее нет, чем да. Не поднимем. А может поднимем. Не знаю, как настроение будет. Не знаю. Не знаю, посмотрим. В сезоне аренды у нас будут какие-то новые предложения? Новые предложения всегда хочется. Просто дело в том, что... Опять же вопрос цены. Да, вот многие там... Да, мы смотрим... Ну, не конкурентов, а просто смотрим различные... Как бы различные предложения на рынке декора. У них там все замороченные такие все цветы. Там какие-то ветки. Все там чуть ли не с позолотом. С специальным золотом. Это все понятно, прекрасно. Но вопрос опять же цены. Всегда. То есть та цена, которую мы предлагаем, она в рамках того декора, который мы можем произвести. Другой момент. Если мы, например, делаем новое предложение по оформлению, то, соответственно, просто... Чтобы вы понимали, как бы у нас почти 500 квадратных метров заставлены полностью все декором. И у нас практически весь декор в дублях. То есть если мы вводим одну новую композицию, которую ты, кстати, придумаешь, такая, Аня, у меня идея. Новая стойка. Все, капец, нам нужен тираж. Нам нужен сразу тираж. Мало того, нам нужно сделать также дубль всего тиража, чтобы отправить его в другой город. В общем, это такая небольшая проблема. Но в любом случае, как бы, как показывает практика по сравнению с позапрошлым годом. В позапрошлом году были популярны одни позиции, в этом году они чуть спали. Значит, посмотрим, как будет себя вести этот год. В любом случае, все под спрос. То есть если, например, мы поймем то, что, значит, клиенты хотят, ну, что-то конкретное, как бы, мы же всегда все предлагаем. То есть если вам не нравится то, что есть у нас в ход, то скажите, что вам нравится, мы это сделаем. Если это будет, как бы, ни один, ни одно желание, ни два, ни три, а хотя бы четыре, пять, мы это произведем. Сначала мы это произведем, естественно, как бы в минус, потом в ноль, потом, возможно, это будет отрабатываться. У Эли все, она прицепила мне микрофон, больше у нее вопросов нет. Зарплата, когда поднимется, не спрашивать. Ну да хорошо, можно уже отойти. А, кстати, она не спрашивает, значит, потому что у нее хорошая зарплата, да? Потому что ее устраивает. Если вам понравилась такая наша небольшая идея по поводу вставки интервью и ответа на какие-то вопросы в ролике, пишите в комментариях ваши вопросы, мы постараемся на них ответить. Опять же, вот сегодня есть время на монтаже, как бы я не знаю, как бы будет оно в третий раз или нет. Вопросы касаемо толщины изолона, из чего, что сделано, просьбы не задавать. Мы читаем все комментарии, стараемся отвечать на самые интересные вопросы. Все-таки, как бы, что из чего произведено, какой толщины изолон и так далее, я думаю, что это всем понятно, всем известно. И, ну, у нас немножко другие масштабы абсолютно. Я не знаю, наверное, это двойка, может, тройка. Как бы, главный результат, как это получилось. Симпатичная маленькая елочка, высотой примерно полтора метра, наверное. Мы хотим, не то, что даже мы хотим, а просто пишите в комментариях какие-то интересные вопросы. Давайте развиваться вместе. В комментариях вы можете знакомиться, мы можем создать таким образом некое сообщество декораторов, которые делятся своим опытом. Опять же, не что из чего сделано, что здесь внутри там и так далее. Да, мы можем рассказать, но какую мы пользу этим принесем. Вы сделаете такую же елку. Кстати, я уже видела, что такую елку сделали. Вы сделаете эту елку, а что вы будете мне делать дальше? Возможно, вы продадите тираж. Что нужно для того, чтобы продать тираж? Вот такие вопросы лучше задавайте нам. Все, давайте будем продолжать монтаж делать. Сейчас собрали уже три баннера. Центральная часть и две боковые. Значит, нас попросили поставить таким образом, чтобы мы не закрывали двери, проход в дверь. Вот там еще одна дверь. Там, кстати, есть розетка, у нас будет электричество. Там вот есть розетка, которая работает от общего вот этого света. Нам это не очень хорошо, потому что нужно, чтобы было затемнение. Здесь вот есть еще одна розетка, которая работает самостоятельно. Единственное, как бы будет очень длинный провод туда. Вот и закончили мы монтаж нашей фотозоны. У нас три баннера, стоящие, кстати, без ножек за счет своей толщины. У нас сказочный лес, наши елочки, контурные елочки плоские на ножках, между ними подсветка, между слоями. У нас есть домик пряничный, в окошечках будут люди фотографироваться. У нас есть надпись «С Новым Годом». Осторожно. И все это стоит на сером ковролине. Серый не испачкается, потому что зима все-таки это слякоть, это следы от улицы. Вот, поэтому как бы он долговечный. Фото-зона, я думаю, то, что после сезона новогоднего разберется и будет ждать на складе свой следующий сезон. Пишите в своих комментариях, как вам наш результат, как наше оформление. Понравилось? Что конкретно вы бы хотели узнать из этого поподробнее? Как вам эллиная идея с фотозоной? Ну и, конечно, приезжайте в Эльград, в город Электросталь, делайте фотографии и присылайте их нам на почту. Зачем? Делайте фотографии и с наступающим вас Новым Годом! Не забывайте подписываться на нас в соцсетях. Это группа ВКонтакте и профиль в Инстаграм. Пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на наш канал, те, кто еще не подписан, чтобы новыми, чтобы... Все, я уже сплю, не могу! Ставьте колокольчики для того, чтобы первыми получать уведомления о наших новых выпусках. Ну и все, оставайтесь с нами и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok